Иногда, близко подходя к зеркалу, ты видишь в отражении совсем другие картинки. Иногда надо сомневаться в, казалось бы, неоспоримых вещах. Про малыша и Карлсона написано и сказано очень много. Вопрос состоит в том, о чем на самом деле была написана эта книга. Задумайтесь. Может, эта книга написана об одиночестве и тоске человека, который был физическим уродцем, маленького роста, с большой головой, человеке, который был мужчиной в самом расцвете сил, который не любил наводить порядок в своей коморке, у которого не было ни одного друга, никого, с кем бы он мог поговорить, человеке, с которым мог дружить только маленький ребенок, у которого общество еще не успело сформировать, как оценивать человека и не успело научить ребенка, как выглядят уроды. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ему приходилось с собой рисковать, чтобы думал малыш, что он умеет летать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА